Всем привет, меня зовут Смирнов Алексей, я бэкэнд-разработчик в студии FLAG. И тема моего доклада – мутационное тестирование. Но перед тем, как перейти к мутационному тестированию, мы поговорим просто про тестирование, про тесты. Блять, прошу прощения. Все, я надеюсь, пишут тесты, все в курсе, что тесты – это важно. Про это много где рассказывают, куча разных докладов было на различных митапах. Я надеюсь, вы пишете тесты. Я зря надеялся, видимо. Кто пишет тесты, тот, наверное, должен понимать, что тесты должны быть полезными, они должны что-то тестировать, а не просто делать гет-запрос и проверять, что статус 200, например. Поэтому мы стараемся писать хорошие, полезные тесты, которые что-то тестируют и в дальнейшем нам помогают как-то жить. Но как измерить, насколько мы пишем хорошие тесты, как нам определить это? Одним из инструментов – это может быть код coverage, то есть мы измеряем coverage покрытия тестами нашего кода в процентном соотношении и делаем выводы о том, что у нас какая-то часть кода протестирована, а какая-то нет, либо все протестировано. И рассмотрим небольшой пример. У нас есть задача написать класс, который будет высчитывать нам размер скидки в зависимости от переданных товаров этому классу и акции какой-то, например. Вот у нас есть тест, здесь мы создаем какую-то акцию, у нее тип скидка в процентах и размер скидки 20%. И есть коллекция товаров, один товар просто. Создаем инстанс нашего дискаунт-сервиса, передаем продукты, применяем акцию и надеемся, что в результате у нас должно получиться 60%. И второй тест, у нас акция уже другая, у нее другой тип, скидка 0, но есть тип подарок, акция работает так, что у нас 2 плюс 1, то есть третий товар в подарок должен быть. Соответственно, мы делаем коллекцию из трех товаров, опять инстанс, акцию применяем и проверяем, какой размер скидки. Реализуем наш дискаунт-сервис, который должен проходить эти тесты. Здесь приватное свойство, размер скидки, в конструктор мы прокидываем коллекцию продуктов, метод применения акции, который как-то там работает, и два геттера для get-discount, get-amount. Запускаем наши тесты и видим, что они оба пройдены, радуемся, замеряем код coverage и видим, что у нас 100%. Но означает ли это, что наш код полностью протестирован и его нельзя, например, сломать? Чтобы в этом убедиться, мы попробуем его немножко изменить. Вот в этой строчке у нас до этого было условие и, а теперь мы сделали условие или. Пробуем запустить тесты, и мы видим, что тесты все равно прошли, хотя код coverage у нас 100%. У нас все вроде покрыто тестами, а тесты не помогли нам найти ошибку. Как так получилось? Связано это с тем, что код coverage показывает нам количество строк, которые задеты как-то тестами, что они проверяются. Но он при этом не гарантирует, что каждое условие внутри IFA, например, было протестировано. Одно из них хотя бы было протестировано, как-то задето тестами, значит уже строчка покрыта, как будто бы она уже проверена. Соответственно, что мы можем делать, как мы можем исправить эту ситуацию, когда у нас большой сложный проект, а не один класс. То есть это может быть гораздо более сложно найти, протестировать. Решением, которое мы используем, это мутационное тестирование. Кто-нибудь про такое что-то слышал когда-нибудь? Ну, есть люди хотя бы. Вот я, например, до недавнего времени не слышал. Узнал я о нем случайным образом. Я однажды в своем проекте, который я делаю, подтянул изменения из гита и случайно заметил вот такой вот файлик в корне проекта и был удивлен. Оказалось, что просто джуниор, разработчик, который пришел две недели назад на проект, просто решил побаловаться с нутационным тестированием. Где-то слышал и решил сразу применить на проекте. И потом мы все об этом узнали. Что такое мутационное тестирование в принципе? Это тестирование на основе ошибок. То есть мы создаем умышленные ошибки в нашем коде и проверяем наши тесты на то, насколько они способны найти эти ошибки. То есть насколько они проверяют вообще работоспособность нашего кода. Другими словами, это тесты для тестов. То есть у нас должны быть сначала тесты, а потом уже мутационное тестирование. В нашем случае мы будем использовать такой фреймворк, как Infection. Он в принципе все сделает для нас. Он сам будет производить такие изменения в коде, как в моем примере было. И чтобы провести мутационное тестирование, он будет создавать мутантов. Как они примерно выглядят. Вот у нас есть класс Discount Service. И мутационное тестирование будет просто создавать несколько копий различных. Сколько он сможет. Где он будет что-то менять в нашем коде. Он может как удалить что-то, просто часть кода. Либо он может изменить его, как пример, который я показывал, где он условия i заменил на или. И вот эти все копии, это и будут наши мутанты. Попробуем запустить мутационное тестирование. Вот такой вот команды vendorbin.infection и параметр logger.html. Это сохранить, чтобы отчет о нашем тестировании. При запуске мы увидим примерно следующий вывод. Запускаются тесты, генерируются мутанты, прогоняются тесты. И в конце у нас есть три метрики, которые в данном выводе нам наиболее интересны. Это три метрики. Первый, Mutation Score Indicator MSI. Высчитывается таким образом. Убитые мутанты делены на общее количество мутантов. То есть сколько у нас было убито из всего созданных. В данном случае это 71%. Mutation Code Coverage. Это практически тот же самый Code Coverage, который мы измеряем без мутационного тестирования. Только там чуть-чуть он как бы по-другому как-то высчитывается по-своему. Общее количество мутантов минус непокрытые мутанты тестами. И вроде бы он как бы показывает ту же самую цифру, но вроде бы не всегда он может это. Иногда может расходиться на пару процентов. И последняя метрика это Covered Code MSI. Это по сути просто MSI делена на Mutation Code Coverage. То есть это, можно сказать, какой-то реально процент покрытия тестами нашего кода, который проверяет наш код на какие-то ошибки. Вот так вот мы можем посмотреть отчет в браузере. Он примерно так выглядит. Здесь у нас есть, выводятся все файлы, все директории, по которым мы можем увидеть вот этот Covered Code MSI. MSI, в общем. Здесь у нас по всем файлам 71%. И у нас в проекте только один файл. И также выводится информация по тому, сколько было убитых монстров, сколько выжило и общее количество мутантов. Мы можем зайти в каждый файлик и посмотреть подробнее, что в нем есть. Сверху у нас будут вот такие вот чекбоксы, где мы можем посмотреть мутантов, которые были пойманы, мутанты, которые не были пойманы, которые сбежали, выжили. И еще может быть третий, например, чекбокс. Мы можем посмотреть мутантов, которые не покрыты тестами. Вот так вот отмечаются здесь в коде, получается, мутанты, которые у нас есть, которые выжили в волнистой линии. И справа точки какое-то количество. Два, один, сколько выжило. Мы можем открыть их и посмотреть, что конкретно было изменено. Например, первый мутант, который выжил, здесь у нас условие больше было, он изменил на больше либо равно. Второй мутант, он изменил точно так же, как и я, условие и на условие или. И здесь какая-то формула для расчета скидки, и он поменил 100 на 99. И так же он взял и попробовал изменить модификатор доступа к методу с паблик на протектед, и так же наш тест этого не заметили. Теперь попробуем эту ситуацию исправить, чтобы все мутанты у нас были пойманы и убиты. Для этого мы слегка изменяем первый наш тест, который мы просто изменим здесь стоимость товара, и тогда будет заметна вот эта вот ошибка, где он 100 поменял на 99. И напишем третий тест. Здесь у нас тот же самый вид акции с подарком, но мы передаем два товара, получается, в сервис, и в результате у нас, так как их два, скидки не должно быть, и просто для галочки тут делаем вызов в get-a-mount, чтобы тот мутант последний тоже умер. Допускаем тестирование, и видим, что все тесты были пройдены, и все мутанты были убиты. Соответственно, смотрим отчет, и в результате до 100%. Для создания мутантов в infection используются различные мутаторы. Это не полный список мутаторов, их на самом деле раза в два больше. Это как бы группы мутаторов, и некоторые я еще здесь объединил, потому что они очень похожие вещи делают. Первая группа function signature, ну, как я показывал, он public может поменять на protected, protected на private, например. Он может удалить вызов каких-то функций, например, ray-chunk, он просто выкинет и оставит массив, как был. Ray-filter, то же самое, ray-values, то же самое, или тоже может применять функцию над строками, он тоже может просто удалить операции различные, плюс на минус, деление без остатка на умножить, везде нет, эту степень просто равно сделает, и здесь точно так же просто равно. Можно делать вот такие подстановки, true поменять на false и на или. В генераторах он может так вот ключ значения поменять на ключ большее значение, например, большее на большее либо равно, не равно, не строгое на более строгое, и проверку, что какой-то объект является инстансом класса, просто поменять нет, true, например. Дальше операторы. В этом операторе он просто их может поменять местами. У объекта, если мы пытаемся с null-save оператором вызвать какой-то метод, то он просто уберет null-save, вот этот знак вопроса. Здесь он уберет распаковку массива, и в тернарных операторах он может так же поменять эти два результата, которые должны выполняться по условию. Он может изменить возвращаемое значение, также true на false. Если метод возвращает класс, то объект, то он просто вернет null, попытается это сделать. Если у нас возвращается какой-то массив, то он возьмет его, проверит таким вот образом на количество элементов в массиве. Если больше одного, он просто отрежет все лишнее, вернет только один элемент в массиве. Если один, то вернет как есть. Так, и последнее, что мы рассмотрим, просто удаление кода. Он может удалить какой-то элемент массива, просто так. Он может удалить вызов метода какого-то в классе, и в switch case он может какой-то кейс просто удалить. Есть при этом у мутационного тестирования одна проблема, с которой мы столкнулись, по крайней мере, мы только с одной столкнулись, которая нам показалась наиболее важной для нас. Это время выполнения тестов. У меня на проекте тестов не так много, всего 300. Они прогоняются примерно за минуту. В код каверич там минут 5-6, а если запускать мутационное тестирование, то это больше часа. Я просто не смог дождаться, когда они закончатся. Я их запустил, пошел, попил кофе, пообщался с коллегами, вернулся, а они еще прогоняются. Есть ли решение у этой проблемы? Решений несколько может быть применено. Для этого рассмотрим pipeline. Первое, что у нас вообще, этап проведения мутационного тестирования, это код каверич. Сначала у нас запускаются все тесты с код каверичем, чтобы мутационное тестирование вообще понимало, каких мутантов он может насоздавать. И где? Потом он генерирует уже мутантов и запускает снова тесты для каждого из мутантов. То есть он создал мутанта, и все тесты, которые затрагивают этого мутанта, он их запускает для него. И так для каждого мутанта. Теперь что мы можем сделать, чтобы это работало быстрее? Первое, для код каверича наверняка вы используете xDebug, потому что вы используете его для отладки. Первый вариант – это выкинуть xDebug и установить какое-то другое расширение, какой-то другой модуль для PHP, например, модуль пиков. Это не заменит вам xDebug, вы не можете с ним же так же дебажить, но он работает гораздо быстрее, чем xDebug, когда вам нужно посчитать код каверич для мутационного тестирования, например. Также при запуске мутационных тестов у нас есть возможность передать вот такой вот параметр каверич и передать ему путь к отчету о код каверич, который вы замеряли где-то до этого ранее. И тогда этот этап, по сути, будет просто пропущен. Он просто не будет запускать эти тесты. И вместе с этим параметром желательно передать тогда и skip initial test, потому что мутационное тестирование, Infection конкретно, он запускает тесты просто, чтобы убедиться, что у вас вообще все работает. Если у вас тесты не работают, то он и не станет ничего делать, он скажет, иди и чини свои тесты. Следующий этап – генерация мутантов. У нас есть куча разных мутаторов, и мы можем просто взять и некоторые из них отключить. И тогда их будет просто меньше создано, и это будет быстрее. Плюс можно не делать, как я, когда запускал мутационное тестирование для всего проекта, а так вот параметром фильтра при запуске тестов указать какую-то директорию либо какой-то файл конкретно, которым их хотим протестировать. Это тоже очень сильно ускоряет, потому что если там, когда я запускал на весь проект, я ожидал, наверное, час, может больше, я не дождался, когда они выполнятся. При указании какой-то директории это минуты 10-15 максимум у меня уходило, и я уже получал какой-то отчет и мог посмотреть, каких тестов мне не хватает. Дальше есть вот такой вот параметр git div filter. Мутационное тестирование умеет тестировать только те файлы, которые были либо добавлены, либо изменены. Здесь есть две буковки, которые мы можем передавать либо вместе, либо по отдельности. Мы можем тестировать либо только новые файлы, либо которые были изменены. Проверяются файлы последнего коммита. Теперь последний этап запуска просто всех тестов для мутантов. Первая возможность – это просто запустить тестирование в несколько потоков. И здесь у нас, к сожалению, ничего не получилось, потому что если вы используете в своих тестах, например, базу данных, как мы, то при запуске мутационного тестирования он просто не сможет в несколько потоков работать с одной базой данных. Он не справится, у нас не получилось заставить мутационное тестирование, инфекшн, запускать это отдельные базы, как, например, просто может Laravel одной командой запустить все тесты в несколько потоков. С мутационным у нас лично не получилось. Если у вас юнит-тест, то, наверное, вам база данных не нужна, и у вас просто этой проблемы не будет. Также можно при запуске указать OnlyCovered, и тогда у нас будут создаваться мутанты. Это на мутантов тоже действует. Будет мутанты только тех частей кода, которые у нас протестированы в принципе. Он не будет затрагивать то, что не покрыто. И, соответственно, при запуске тестов он также будет быстрее работать. Просто меньше тестов будет прогоняться лишних. И два дополнительных параметра, которые вам, скорее всего, пригодятся. Это создание отчета, который мы использовали до этого. И если вы используете не PHP-юнит, вы можете передать в тест-фреймворк какой-то свой фреймворк тестирования. В документации указано четыре их. Первый – это PHP-юнит, который по умолчанию используется. Также есть PEST, Codeception и четвертый, я не помню. Так, ну и выводы. В целом, наверное, плюсы более-менее и так понятны. Но первое – это CodeCoverage нам как бы не договаривает всей картины. Он как бы говорит, что у нас код покрыт тестами, но насколько он покрыт, он об этом нам не сообщает. Мутационное тестирование позволяет нам лучше тестировать наш код, потому что он нам показывает, какие у нас есть слабые места в тестировании и позволяет их закрывать и не выкатывать с такими дырами в продакшн. И впоследствии иногда приходится возвращаться к старому коду. Если его вам нужно будет изменить, отрефакторить или что-то еще, вы можете совершить ошибки с мутационными тестами. вы эти ошибки сможете найти и исправить до того, как вы влезете снова в свой старый код. Ну и следите за своими джинами, что они там тащат к вам на проекты. Спасибо за внимание. Сейчас пойдем по вопросам. Слушай, у меня первый вопрос про базу данных. Ты имел в виду, что тебе при мутационных тестах нужна прям бегущая база данных? Ну в тестах у меня используется база данных. То есть этот ассерт, датабейс, хэз, например, какие-нибудь. А так там же можно... Сиды запускаем и прочее. Ну да. Ну либо все замокать, я говорю, если вы пишете просто юниты, то да, у вас тогда должно запуститься. Сейчас я тебе дам этот микрофон. Блин, блин, сиды, сиды, сиды. То есть у тебя как бы база зачищается, да, каждый раз сидится, да, и при этом тебе все равно не получается в несколько потоков запускать ее? Она же у тебя в оперативке, нет? Ну, он не справляется, не может, он дает ошибку. Или ты прямо вот, как бы у тебя в базе лежат какие-то данные, и ты на этих данных запускаешь тесты, или ты ее сидами каждый раз? Ну при старте тестов запускаются хиды, наполняются базой, либо перед тестом там какие-то там... То есть эти мутационные не могут запустить базу, что ли, в несколько потоков? Ну да. Они типа к одной-к одной базе? Да. Так, ну давай. Никита, Убрир. Да, вот ты говорил, что у тебя какие-то тесты... То есть у тебя получается в одном сьюте тестов содержатся и тесты с базой данных, и как бы, грубо говоря, юниты, да? Ну, мы на своем проекте особо не пишем юниты. Есть они в целом, но их мало. В основном мы именно такие вот функциональные пишем, где мы проверяем, чтобы баз данных записалось, там и что-то в ту же очередь что-то положилось и прочее. И поэтому нам баз данных нужна. Понятно. Ну да, вот мы на своем проекте, это больше не вопрос, не знаю, совет. Мы тоже используем базу данных, фикстуры, пишем их. И я вот команде предложил, давайте разделять, потому что это действительно очень долго занимает времени. И сейчас команда юниты кладет в одну, в один сьют как бы тестов. А мы сейчас делим вообще их по группам просто. Ставим группу, она в, ну, в общем, вот юниты в одну группу попадают, а эти с базой данных, тяжелые и долгие, они попадают в другую группу. И это удобненько. В принципе, там тоже можно, наверное, устроить так, чтобы запускать только тогда юнит-тесты, игнорировать, где используются базы, и попробовать запустить можно, в принципе. У нас таких мало, поэтому мы даже не пытались. Да, получается, в пайплайне там все равно от этого не отвертеться. Но вот если ты разрабатываешь, и тебе нужно запустить на локальной машине, то это прямо очень помогает. Понятно, можно запустить не все. Окей. Еще вопросы есть? Сейчас приду к тебе, да, сиди-то, что-то полезно ходить. Юрий, Spectrum Data. Такой вопрос. Насколько я понимаю, коммерческая разработка, и как вы обоснуете бизнесу стоимость внедрения мутационного тестирования и вот докручивания, дотюнинга тестов, пока они не начнут удовлетворять требованиям мутационного тестирования. То есть как вы бизнесу обосновываете то, что нужно еще вот время, допустим, чтобы тесты были написаны определенным образом? Можно вопросом на вопрос отвечу? А как ты вообще обоснуешь автотесты, что ты пишешь бизнесу? Ну, как бы, давай вернемся еще немножко на уровень назад. Ну, как? Допустим, автотесты еще можно обосновать то, что это абсолютно и нормально как бы на это идут. Я могу ответить, как бы, с точки зрения общения с бизнесом, я могу тоже ответить за это. У нас ретейнер, на ретейнере мы не говорим клиенту, что, типа, твой проект будет стоить столько-то, x денег, там, не знаю, тысячу часов. Мы говорим просто, чувак, у тебя будет работать вот эта классная команда ребят, и они будут стоить тебе там миллион в месяц. И в конце месяца мы просто говорим, мы сделали до хрена полезных вещей, там, фичей наделали, тестов написали, тесты смотри, какие классные. Вот тут сонных тестов, смотри, какой доклад, вообще, крутотень. И вот как-то так оно и продается. По ретейнеру. Добавишь что-то, нет? Не знаю, но у меня клиент просит, чтобы я писал тест, поэтому мне не нужно его продавать. Он еще, у нас код каверидж 75%, говорит, давайте 80 сделаем, как бы, так что. Главное, это цифры. Да, да. Еще вопросы? У тебя оригинальный вопрос? Или ты просто почесалась? Понятно. Так, тогда давайте поблагодарим Алексея за его доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.